Приветствую вас. Давайте я, наверное, сперва отвечу вам на ваши вопросы, которые вы задаёте, а уже потом дам небольшую характеристику того, что вы, собственно говоря, пишите. Значит, являются ли два варианта ответа окончательными или, возможно, я что-то упустил? Вы, безусловно, что-то упустили. А именно, вы упустили механизм компенсации, который действует у каждого из этих людей. Что такое механизм компенсации? Механизм компенсации – это очень мощная мотивационная сила, которая черпает себя из противодействия определённому посылу. То есть, такие люди, как правило, они пытаются что-то доказать другим, самим себе и так далее. Естественно, вы можете сказать о том, что это далеко не всегда так, и вы можете сказать о том, что, в общем-то, есть какие-то другие факторы, которые могут быть. Но, по большому счёту, по большому счёту, если человек, вот он чего-то добился, да, вот, то у него есть сильная мотивация. Мотивация сильная, как правило, идёт из детства. Лучше, лучше, лучше мотивации, чем пытаться доказать кому-то что-то. Ну, на самом деле, нет. По крайней мере, для людей невротичных. Поэтому, если вы присматриваетесь к этим людям, то эти люди в преобладающем количестве являются невротиком. Ну, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения психологии, эти люди являются невротиком. В плане того, что у них есть, ну, так называемая хроническая неудовлетворённость у этих людей. Вот. Верить вам в это, не верить вам в это, это, ну, на самом деле, уже дело ваше. То есть вам, чтобы добиться чего-то, нужно иметь такой же компенсаторный механизм. Компенсаторного механизма у вас нет, но есть кое-что другое, а именно, естественно, неудовлетворённость своей жизнью. Вот. То есть есть оглядка на, ну, на других людей, которые, ну, чего-то добились, чего-то достигли, да. Вот. И так далее. Оглядка на других людей у вас не случайна, потому что вы не принимаете себя таким, какой вы. И у вас есть столько ощущений, что вы неудачник. Вот. На самом деле, на самом деле, переубеждать вас в том, что вы можете быть неудачником, я не буду. Потому что если вы себя так чувствуете, ну, значит, в этом, наверное, что-то есть. И я думаю, что игнорировать подобную неудовлетворённость нельзя, но нужно отслеживать её причины. То есть одно дело, если вы чувствуете себе способности, чувствуете, что, ну, могли бы добиться большего, чувствуете, что вы, там, ну, достойны большего и так далее. И совсем другое дело, когда вы просто пытаетесь ориентироваться на других людей и вот просто потому что они, по вашему мнению, добились чего-то большего. Потому что здесь, в данном случае, идёт механизм сравнения себя с другими. Соответственно, попытка делать так, как делают другие. Вот, а эта позиция, она ведёт в никуда, потому что, ну, опять же, если вы присмотритесь, то вы увидите, что люди, которые, ну, которых вы приводите пример, они, в принципе, идут своим путём по жизни. Вот, и они не, ну, не перенимают чей-то опыт. Они выбирают свой путь. А вы, соответственно, пытаетесь перенять их опыт, и это, конечно, у вас не получается, потому что способности, как вы верно заметили, у всех свои. Вот, и люди, они достигают своих, скажем так, высот в разных сферах. Вот. Вряд ли вы найдёте человека, который был бы доктором наук и доктором, там, то есть доктором наук, да, и, там, психматистом или спортсменом, то есть тут как бы нет. Вот. Поэтому, приводя таких людей в пример, вы всегда упускаете, как бы их, ну, скажем так, их склонность к тому, что они делают. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Следующий аспект, который вы упускаете из видео, это аспект сценария, ну, жизненного сценария, который есть у каждого из нас. Вот. И, ваш сценарий, вот, то, что вы чувствуете себя неудовлетворённым, да, ну, по жизни, то, что вы чувствуете, что могли бы больше и так далее, это ваш сценарий. Вот он такой у вас. И, для начала, да, нужно понять, что у всех людей этот сценарий есть. Жизненный. Определённый жизненный сценарий, он есть у всех, у каждого. И вы можете, вы можете свой сценарий поменять, конечно же, стать свободным, иметь возможность делать то, чего вам хочется, то, что вам хочется. Получать удовольствие от процесса, а не действовать только потому, что это нужно. Опять же, если мы обратимся к истории людей, которые чего-то добились, то эти люди, как правило, достаточно мало времени учились в школе. И больше времени они, собственно, занимались каким-то приобретением навыков, вот, и так далее. То есть, всякого такого вот программного, шаблонного обучения нужно избегать. Важна здесь, как правило, личность, а не техника, а не средство, которое, ну, вот, в данном случае, имеет место быть. Вот, поэтому, надеюсь, вы меня здесь поняли. Вот, есть сценарий. И то, что вас беспокоит, вот, сейчас, на данный момент, это именно беспокоит вас сценарий. То есть, то, как вы себя чувствуете в жизни, именно в жизни своей. Вот. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что первым шагом к тому, чтобы, значит, начать самосовершенствование, да, начать освобождение, как это называется, психология, то есть, раскрытие своих способностей, какими бы они ни были, да. То есть, без сравнения с другими людьми, а просто раскрытие своих способностей. Это выкопивственное. То есть, отход от следования тем позициям, тем точкам зрения, вот, которые у вас, ну, вот, сейчас, на данный момент, могут иметь место быть. Вот, это определённые стереотипы, это определённые, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы станете, ну, ближе, по крайней мере, к своей цели. Вот. Это по поводу, значит, ответа на ваши вопросы. Это по поводу ответа на ваши вопросы. Вот. То есть, на самом деле, можно очень много продолжать. Да? То есть, можно продолжать долго, например, что... с точки зрения, например, исторической, да, определенные люди, вот, ну, в своем направлении, да, то есть, ну, например, люди с определенными возможностями подготавливают, как бы, в почву для того, чтобы другие, ну, вот эти вот успешные люди, так называемые, вот, чтобы они завершили рывок, завершили прогресс. Вот. Очень много факторов влияет на успешность, очень много факторов влияет на становление человека, как вот, такой личности, да, ну, о которой вы говорите. Вот. Я не думаю, что есть какой-то универсальный способ остаться. Вот вряд ли эти люди думали об успехах, понимаете? Вот. А, пожалуй, пожалуй, что основное, вряд ли кто-то из этих людей, да, думал об успехе изначально. Не хотели, не хотели эти люди успеха, не нужен он им был, именно успех. Люди хотели чем-то заниматься. Ну, там, чем-то, да, пусть. Либо любимым делом, либо тем, что им было важно, либо что-то еще. Вот и все, на самом деле. Поэтому, ваша неудовлетворенность, она связана с чем-то другим, не с вашим желанием стать именно успешным. То есть вы неудовлетворены, это понятно, но неудовлетворены ли вы лишь потому, лишь потому, что вы не занимаетесь тем, что вам соответствует. То есть вы не свободны в принятии своих жизненных решений. Вот. Можно, ну, можно так это выразить. Ну и, соответственно, обретение свободы выбора в данном случае могло бы вам помочь обнести свободу, вот. Максимально раскрыться, а там уже все будет зависеть от того, насколько у вас развиты способности, насколько вы, ну, можете реализоваться где-то. в чем-то. Понимаете? Вот. Смотрите. Вы пишите, каким образом я могу увеличить круг своей деятельности при недостатке времени. Понимаете, какая история? Увеличение круга своей деятельности связано с количественным показателем. Тогда как в той сфере, про которую вы говорите, важен не количественный, а качественный показатель. И если вы не обращаете внимание на него, то есть на качественный показатель, а стремитесь только к показателю количественному, вот. то с большей долей вероятности можно предположить, что у вас не получится ничего. Потому что всегда вы будете стремиться к собирательству, то есть вот это собрал, вот это захватил и так далее. а это так не работает. То есть тут другие законы, вот. Количество, количество ни много ни мало, это ремесло. То есть человек, который обращает внимание на количество, да, это ремесленник. Человек, который обращает внимание на качество, это профессионал. Ну и соответственно вам здесь нужно решить, кем вы хотите быть. Количество это никак не качество. Ну и наоборот. Опять же, приводимый вами пример, значит, про, например, поликлота. Это люди, которые обладают враждёнными способностями к языкам. То есть как бы, плюс у них есть мотивация, но вообще легко, языки не даются легко. Вот, хотя, вот и всё. Но опять же, они не были бы с собой, если бы, если бы уделяли внимание именно количеству, а не качеству. Дальше. Дальше вы пишете очень абстрактно. В мире есть множество людей, которые являются многосторонне развитыми личностями и вектором деятельности. У таких людей действительно много. Действительно. Таких людей называют вундеркиндами ещё. Особенно заметно, когда таких людей представляют доктор философских наук, доктор социологических наук, доктор политических наук, кандидат экономических наук. А здесь, скорее, вам важен социальный статус. Потому что, представляете, это одно, а то есть реально человек знает от другое. Вот, то есть, как правило, там, по качеству человек знает, ну, не так много, как написано у него в регалиях. Тут, как бы, очень не нужно идеализировать, а вы это идеализируете. Вот, любая идеализация, это негативно. Ну, то есть, это деструкция, любая идеализация. Вот, поэтому я вас, как бы, хотел бы от неё предостеречь от этой идеализации. Вот. Понимаете? То есть, тут, ну, необходимо всё-таки критика. Вот, такая, знаете, конструктивная, адекватная критика, чтобы нормально ориентироваться в том, что происходит. А, мастер спорта до плавания, просто человек, который достиг успехов, гроссмейстер, полиглозный эльбрус, письменный и т.д. Когда ты наблюдаешь за деятельностью таких людей, ты оцениваешь ваши с ним ключевые различия. У тебя возникает неистовое желание поразмыслить над тем, почему же у них всё так стремительно и хорошо, а у тебя даже в начале жизни нет времени на то-то другое, помимо учёбы. Вы знаете, как ни парадоксально, но для того, чтобы сравнивать вот себя подобным образом, да, с другими людьми, нужно время и ресурсы, и желание. Я думаю, что излишне говорить о том, что если такая мысль вам пришла в голову, значит, вы не удовлетворены собой, тем, что с вами происходит, тем, что у вас происходит в жизни. Учёба вас не окрыляет, учёба новые горизонты вам не предоставляет и, естественно, конечно же, вы ищете чего-то другого. Но по сути, с точки зрения психологии, то, что вы делаете, является механизмом избегания. То есть, реальную проблему, которая скроется внутри вас, вы не видите, не замечаете, вот, но пытаетесь как бы просто её закрыть новыми пластами. Ну, или, если говорить откровенно, что пытаетесь её, в общем-то, замаскировать. То, что замаскированная проблема ни в коем случае не перестаёт быть проблемой, ну, это, к сожалению, вы, ну, либо знаете, либо вы знаете, либо вам это как-то, ну, невыгодно знать. Вот. Ну, то есть, вы избегаете, избегаете этого знать. По ряду причин. Какие причины, это, кстати, отдельная тема для разговора. Вот. А дальше. Дальше. Значит, смотрите, что вы пишете. Самое главное, что я прекрасно понимаю, что во время работы у меня времени точно лучше не будет. Так. А разве работа не должна раскрывать ваши способности на полную? Разве работа, которую, ну, вот, вы, по идее, выбрали для себя, не должна давать вам то самое удовлетворение, которое получают эти люди, занимаясь тем, чем они занимаются. Вы же учёбу и работу воспринимаете, как что-то вообще, ну, знаете, вот, эээ, что-то такое страшное. Что-то такое, прям, знаете, вот, как неизбежное зло. Вот. И это, конечно, очень показательный момент в, эээ, ну, вот, в том, что вы описываете. Потому что, как бы, эээ, работа, если вы её выбираете, это то, что уже является, эээ, путём, ну, путём, эээ, стремления к, эээ, реализации. Вот. И если это не так, то возникает вопрос, так, а, а, а работу тогда вы, чтоб, собственно, вообще, зачем, эээ, ну, выбирали вот такую? И именно. Получается, не вы её выбирали, получается, там, кто-то другой её выбирал. Работал. За вас. Понимаешь, да, вот, эээ, ну, какая история? И это, на самом деле, уже очень, эээ, интересный разговор. То есть, то есть вы, вы, по факту, значит, эээ, сделали, вы сделали, эээм, свою работу, эээм, временную, как и учёбу. Временное, вынужденное занятие, которое, вообще-то, отнимает у вас время. Ну, и насколько вы себя любите, насколько вы себя цените, и насколько вы себя уважаете. Эээ, и вместо того, чтобы обратить внимание на, на что-то, грубо говоря, эээ, коррекцию, на коррекцию, эээ, своего времени, вместо этого вы читаете книгу по тайм-менеджменту. То есть, по всем этим, вот, эээ, новомодным таким течениям, которые призваны, эээ, забивать, к сожалению, людям голову, людям голову. Вот. Ещё раз. Ни один успешный человек не изучал тайм-менеджмент. Ни один успешный человек не читал книги по, эээ, там, каким-то, каким-то вещам. Изучал он техники, техники быстрого, ну, вот, как вы там писали, да, дальше, что, эээ, техники быстрого изучения. Да. Эти техники человек изучал. Почему? Потому что они отвечали его, его интересам. Это правда. Это правда. Но заметьте, его интересам, его интересам, не интересам кого-то, именно его, это важно. То есть, техник, техника, техника, не воспринимается и не рассматривается как что-то отдельное от, эээ, ну, от, эээ, человека. А у вас? У вас ведь всё разрознено. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но у вас, эээ, всё разрознено. У вас работа – это одно, успешность – другое. Значит, техники, техники обучения – третье. А у людей, о которых вы говорите, у людей, у них всё это в одном, у людей всё в одном. Вот. Отсюда их успешность. Отсюда их реализация, даже не успешность, а реализация. Дальше. Я прилетал достаточное количество книг, однако не нашёл там решение, решение для чего. Сейчас проблема с планированием времени не возникала никогда. В принципе, и тогда я понял, что суть, возможно, находится не в том, как ты планируешь время, а в тех особенностях, которые тебе подарила природа. Ну вот. То есть это уже начинается с какой-то, во-первых, рационализации, во-вторых, собственное обесценивание, то есть, ну, я не такой от природы. Природа мне дала совсем не то, что я заслужил. Вот. И так далее. Ну и это на самом деле, на самом деле это прям классическая такая история, когда человек перебирает способы, значит, для того, чтобы что-то изменить. Вот. При этом реально, реально не готов, будучи не готовым реально что-либо менять. Вы простите меня за такую откровенность, потому что как бы менять что-либо снаружи, да, или говорить о таких вещах, как способности там и так далее. Вот. Ну это, однозначно, что вы просто ищете обговорки и обговорки для того, чтобы по сути оставаться вот в том же самом состоянии, в каком вы пребываете сейчас. Вот. Либо поиск каких-то быстрых средств, быстрых, ну, быстрых способов достижения цели. Вот. Понимаете? Так что, отходите, наверное, от этой позиции, что у вас там что-то с способностями не то и так далее. Способности у всех разные, но у каждого достаточно способностей для того, чтобы в этой жизни, значит, ну, что-то как бы оставить после себя. Либо что-то сделать, либо, соответственно, внести вклад, либо, там, приобрести какую-то значимую, чтобы люди, люди, как бы, ну, заметили. Вот. У каждого есть для этого способность. У каждого. Абсолютно. Человек. Вот. Поэтому... Дальше. Так, значит, те, то есть, у этих людей просто когнитивные функции работают лучше, чем у тебя. Нет. Конечно, конечно, когнитивные функции, слова-то какие, какие, какие. Когнитивные функции работают, безусловно, и лучше, безусловно, по-разному. Вот. Но дело не в этом. Дело в способностях, опять же. Дело в том, как человек использует свой ресурс. Абсолютно у всех людей ресурс ограничен. Абсолютно у всех людей, у каждого ресурс ограничен. И только те, кто используют его бережно, используют его по максимуму, скорее всего, чего-то добиваются. Дело не в когнитивных функциях. Дело именно в том, как человек использует свой ресурс. Ну, вот, например, вы. Наверняка у вас есть что-то, что, получается, у вас относительно неплохо. Хорошо. И, но вы, вы обесцениваете это. Вы считаете, что это, вот это чушь, скорее всего. А вы считаете, что это, ну, что-то, ну, не серьезное. Наверное. Наверное. Я не знаю. Я не знаю. И так далее. А те люди, о которых вы говорите, они ничего не обесценивали. Почему? Почему? Потому что либо они были свободны от обесценивания, либо у них идеализировалось то, что им впоследствии помогло. По факту. По сути. Вот. И, в первом случае, это их выбор, во втором случае, это случайность. Ну, по сути, победители не судят, да, то есть, как бы. Если ты, там, чего-то добился, да, успехом, то тебя уже никто судить не будет. Дальше. А, так, именно поэтому ты не успеваешь подстегать тот объем информации, который я не усваиваю за этот же промежуток времени. Ну, это, понимаете, вот, это, опять же, как бы, сравнительное мышление, да, то есть, вот есть я, и я сравниваю себя с другими. Вот. Вот. Ну, не знаю, вы же не сравниваете себя, я надеюсь, я надеюсь, вы, например, себя, да, и, там, какого-нибудь того же мастера спорта по дзюдо, например. Или спортсмена. Вот. Понимаете? Не сравниваете вы? Нет. А, следуя вашей логике, стоило бы, ну, вот, следуя тому, как вы, ну, как вы это всё выражаете, преподносите, да, следовало бы. Потому что, потому что, история такая, такая, что, вот у вас есть идеал. Идеал это вот эти успешные люди, которых принято считать успешными. Я хочу, я хочу подчеркнуть, принято. Ещё не известно, насколько они, эти люди, действительно, успешные. Вот. Однако, это является только одной из версий ответа на данный вопрос, и она меня не удовлетворяла, потому что я хотел прогресса, а не просто смирение с тем, что я тупой по сравнению с этими людьми. Понимаете, в чём дело? Прогресс. 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 Понятие очень растяжимо, на самом деле. Именно прогресс. И если вы хотите прогресса, нужно чётко понимать, что вы вкладываете в это понятие. Что такое для вас прогресс? Как вы понимаете прогресс? Именно вы как понимаете? Не кто-то другой, не дядя Петя, а именно вы. Как вы понимаете прогресс? Прогресс это развитие. Вы можете развиваться каждый день? Можете развиваться каждый день. Вам нужны для этого, ну, книги какие-то там, рекомендации там и так далее? Нет. Это всё вам не нужно. Но вы это делаете почему? Потому что хотите добиться того же успеха, что эти люди. Вы хотите чувствовать себя значимым. Значимость это естественная потребность человека. Вот это нормально. Но её нужно удовлетворять способом адекватным для каждой отдельно взятой личности, для каждого отдельно взятого человека. Вот. Не получится, не получится добиться каких-либо успехов, если вы будете путать то, что вы делаете и то, что вы хотите получить. То есть если вы будете путать результат и процесс. Вот. Свою потребность значимости можно и нужно удовлетворять. Но это ни в коем случае не история про успех. То есть про результат. Так. Это история про процесс. Так. Значит дальше. Тогда я задумался над другими факторами, которые могут играть роль в становлении себя как супер разностороннего человека. Ну вот вы понимаете, супер разносторонний человек. Вам это зачем? Это не вы. Это полное растворение. Полное растворение в этой самой разносторонности. Вы просто себя потеряете. Первым из таких факторов был труд. Труд непростой и героический. Такие выводы сделал после того, как показал интервью этих же людей, где им задавали вопросы на подобную тему. И эти же люди, с их их один ответили, что они потом кровью, иногда даже полностью забывали на удар, но об этом позе. Это так. Это так. Не у всех, но так. И, как правило, это связано с тем, что у человека есть определенная идея. То есть у него изначально есть уже идея какая-то. И он с ней к этой идее идет. У него есть цель, но к этой цели идет. А цель-то, как правило, конечная. После этой цели человек либо остается на плаву, либо, соответственно, уходит в небытие. Ну, в никуда. Понимаете? Потому что нельзя, имея перед глазами столько цель, да, нельзя оставаться на плаву. Вот никак. Никак это нереально. Поэтому, да, люди трудились, да, люди трудились героически, но они знали, ради чего это все. Им это нравилось. То есть они с потом и кровью делали то, что им нравится. То, что вызывало у них живой интерес. То, что имело адекватную обратную связь. Понимаете? Так, дальше. Далее, из этих же интервью я нашел другие факторы, особые техники изучения. Эта тема крайне обширна, потому что таких техник для изучения чего угодно просто огромное море, однако стоит полагаться только на те, которые демонстрируют успех в виде прогресса отдельных людей в этой области. Ну, вот опять. Ничего конкретного, да, никаких конкретных идей вы не предлагаете, никаких конкретных стратегий реализации себя у вас нет. Зато есть ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ что, собственно, мне нравится и что я буду делать, какой контент, что я предложу-то, что я делать-то буду, собственно говоря. Вот что как бы важно. Понимаете, какая история? А вот ничего про это нет. Потому что если вам захотелось что-то изучать, уже вы нашли, изучили, и плевать вы хотели там на всё остальное. А у вас глаза разбегают, потому что чёткой цели нет. Тема отсутствия отдыха для таких людей заключается в том, что они отдыхают во время того, как трудятся, что для них отдыха является тратой времени на всякую бесполезную чушь, обесценивание, потому что вы не можете знать и решать для других чушь это или нет. Для других людей отдыхом является занятие каким-то другим видом деятельности, нежели повседневной. Ну вот, правильно, каким-то другим видом деятельности, нежели повседневной. Что мешает вам это делать? Призывание экономить время, как никто другой, чтобы не упустить ни минутку в пусто. У них мотивация есть для этого. У них есть мотивация экономить время. Это не просто так. Сегодня я буду экономить время. Нет. Это необходимость. Это чёткое понимание того, что я не добьюсь своих целей, если не буду экономить время. И вот после такого количества потраченного времени на поиски этих факторов у меня появился соответствующий вопрос. Ну, я вам уже сказал о том, значит, что вам не защищать внешнюю сторону нужно, а начинать с внутренней стороны, с себя. Где вообще я и что я вообще буду делать? И тогда уже появится вопрос средств. А у вас как бы от обратного идёт. Это так не работает в данном случае. Вот. Чтобы не потерять мотивацию к этому занятию, кстати, а к какому именно занятию, не очень понял. Поиску ответов на вопросы не надо искать вам поиски ответов. Вопрос. Это не те вопросы, которые вообще нужно задавать. Вам все средства энергии сейчас нужно в направлении поиска себя направить. И вообще переоценки того, что вы делаете здесь и сейчас. Вот. На что тратите в своё это время? Что во всём этом как бы лишнее для вас? А что нет? Понимаете, Артур? Вот. Ну и конечно вкладываться. Конечно вкладываться. Вот. Ни деньги, ни самосовершенствования, ни многогранность, ни прогресс, ни когнитивные функции, ни IQ не может являться, это вот написано в тегах, не может являться целью того, что вы делаете. Цель, что это будет что-то более конкретное, но одновременно, одновременно и более глобально. Я бы сказал так, более предметно, скажем так, а у вас это всё какой-то абстрактный характер. Вы так, посредством можете крутиться ещё очень-очень долго. Вот. 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 И ничего не изменится. Знаете? Это вот есть такая психологическая игра, называется «Тупик». Можете почитать про неё в интернете. Вот. Ну, эта история может стать права. Может стать. Не говорю, что обязательно станет, но может стать эта история. Вполне права. Если вы не измените свои приоритеты. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Прибираемся расстроены по этому поводу horaю. Wi-fi wiggle! Продолжение следует...